Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, братья и сестры, только что мы с вами слышали Евангелие, Евангелие от Матфея, где Господь говорит своим ученикам, да и вообще всем слушателям, такие слова. «Тот, кто не со мной, тот против меня есть. И тот, кто со мной не собирает, тот расточает». Далее Господь говорит, что всякая хула простится, и даже на Сына Божьего, если кто хулит, простится, но хула на Духа Святого не простится ни в этом веке, ни в будущем. Потом мы слышим еще были удивительные слова. «Или сотворите плоды добры, или сотворите плоды злых, потому что от плода познается древо. Древо доброе приносит добрые плоды, древо злое приносит плоды бесполезные и злые, никчемные». И заканчивает Господь, что всякий человек от избытка своего сердца говорит. Добрый человек выносит из своего сердца сокровища духовное, а лукавый человек из своего сердца износит все лукавства, которые внутри него. И, братья и сестры, заметьте, что вот тут в одном буквально небольшом отрывке Евангелия сразу очень много важных и глубоких тем, на первый взгляд, даже не связанных между собою. И вот здесь надо разобраться. Первое. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает, со мной тот расточает. О чем идет речь? Речь идет, братья и сестры, о том, что если человек не со Христом, не принял Господа и не живет в старании угодить и жить по воле Господней, тот автоматически становится противником воли Божьей. То есть, третьего состояния как бы не дано. Христос не дает нам третьего периферийного, нейтрального состояния, что можно, мол, и в Бога не верить, и быть таким вот хорошим, добрым человеком, сам по себе. Это нас удивляет, и я знаю, что сейчас многие слышат это и даже удивляются. А как же так? Почему? Почему так? Да все очень просто, братья и сестры. Потому что человек изначально был создан и замыслен Богом, как говорил один замечательный философ второго столетия Тертулиан, «Ты, Господи, сотворил...» Простите, влаженный Августин, один из величайших мыслителей человечества, Августин Японский. «Ты, Господи, сотворил человека для себя, и мается, и метется сердце человеческое, пока не найдет покой в тебе, Господи». И это действительно так. Бог не творил человека для того, чтобы он прожил какие-то свои несколько десятков лет жизни сам для себя. Бог творил человека, чтобы человек жил с Богом вечно. «Ты, Господи, сотворил человека для себя». И мы действительно замыслены Богом не просто как абсолютно свободные личности, которые могут жить сами по себе без Бога и обходиться без Него. Нет. Человек должен нуждаться в том, кто есть источник его жизни. Уж коль Господь есть источник и причина твоего бытия, твоей жизни, то и цель твоей жизни вернуться и соединиться с этим источником. Я иногда привожу такой бытовой пример. Какой бы красивый телевизор или дорогой телефон вы бы не купили со всеми этими функциями, но если вы не подключите к розетке свой телевизор, то это будет просто бесполезная вещь. Вот если не будет запитан к источнику, то это просто дорогая, но бесполезная вещь. Уж простите меня за такой бытовой пример, но все же, если человек, каким бы он красивым, талантливым, умным и способным ни был, если он не питается от источника своего бытия, не соединяется с Богом, со Христом, то он бесполезен для Царства Божьего. Он как бы становится непригодным для того, кто его создал, для Бога. И вот об этом говорит Христос. Кто не со мной, тот против меня. Не дано третьего состояния. Есть еще один пример. Отец Дмитрий Смирнов, замечательный проповедник московский, говорит так. Вот стоит стул, красивый и хороший, никому зла не сделал, наоборот, пользу приносит. Но он в Царство Божие не попадет. Стул Царства Божие не наследует, потому что он туда не предназначается. И вот если человек никаких плохих дел не сделал, никого не убил, не украл, хороший человек, но если он не нацелен на Царство Божие, он туда не войдет. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот растачает. Тот прожигает впустую ту жизнь, которую я дал ему. Вот так как бы можно продолжить эту мысль, которую мы слышим сегодня в Евангелии. Далее мы слышим, как говорит Господь, что всякая хула простится даже на Сына Божьего. Даже если человек ошивался и хулил в Церковь, веру, но потом покаялся, Господь примет и простит. А хула на Духа Святого не простится. Причем еще такая важная деталь. Не в этом веке, не в будущем. Это указывает на то, что даже если человек здесь в этом веке не был прощен, то в будущем веке его все-таки можно вымолить. Это вот такая косвенная зацепка для тех, кто спрашивает, а почему молимся за усопших? Вот человек здесь жил, грешно, умер, грешно, во грехах весь, в пьянках, умер. Зачем за него молиться? А вот эти слова евангельские Христа, они дают намеку, что оказывается, если даже здесь человек во грехах умер, то в будущем веке, возможно, ему может быть и проститься. Если, например, за человека молиться, если за человека действительно отмаливать. Но все-таки это я немножко в другую сторону уклонился. А о чем вот эти слова про Хула? Почему Хула на Духа Святого не простится ни в этом, ни в будущем, даже в веке? Потому что Хула на Духа Святого, как говорят нам святые отцы, есть осознанное непринятие Бога. То есть сознательно человек, даже когда человек понимает, что Бог есть, и даже человек, как такое бывало, видел явное чудо, все равно не принимает и отвергает Бога. Вот это есть Хула. Абсолютное сознательное неприятие Бога. По сути, это состояние дьявола, который также сознательно не принимает и враждует против Господа. И простить того, кто не желает прощения, невозможно. Как можно простить того, кто не хочет этого прощить? Да никак. Он этого прощения не ждет, и от него этого прощения никак не зависит. Третье место, которое мы слышали, удивительное место, поразительное место. Или сотворите плоды добры, или сотворите плоды злые. Это, братья и сестры, поразительное место, потому что Господь говорит, определись, человек, или ты творишь добро, и твои плоды, твои жизни добры, либо твори зло. Избери что-то. Это очень перекликается с местом из Откровений, из Апокалипсиса. Кто читал Апокалипсис, помнит, там есть такие слова. Господь говорит, о, если бы ты был холоден или горяч, но ты теплохладен, и поскольку ты теплохладен, то я извергну тебя из уст своих, говорит Господь. Сам Бог говорит человеку грешному. О, если бы ты был хотя бы холоден или горяч, ты бы определился, кто ты, верующий или неверующий, ты творишь добро или ты творишь зло, ты бы сам чувствовал, что ты сам есть в своих собственных глазах. Но поскольку ты теплохладен, ни туда, ни сюда, ни рыба, ни мясо, как мы говорим в народе, то я извергну тебя из уст моих. А знаете, как эту фразу перевести со славянского на русский язык? Я изблюю тебя. Представляете, как страшно звучат эти слова в нормальном переводе. Меня тошнит от твоего состояния бесполезности. Я извергну тебя из уст своих, я не перевариваю тебя. Вы понимаете, каким жестким образом описано в Библии состояние теплохладности, когда человек вроде и невеликий грешник, но и праведником не назовешь. Вроде он и верующий, но и до конца не может по-настоящему начать веровать и жить по Божьим заповедям. Вроде как в храм ходит и продолжает жить по закону греха. Вот это страшное, самое богопротивное состояние. Или сотвори добрый плод, или сотвори зло. Также это место перекликается в книге пророка Исаии, 9 век до Рождества Христова. Где сам Господь опять же говорит, два пути предложил я тебе, человек. Путь жизни или путь смерти. Опять же, третьего не дано. Либо ты со мной, либо ты идешь к смерти духовной. Избери жизнь, ибо я жизнь. Вот три места, братья и сестры, Евангелие сегодняшнее, пророк Исаия и Апокалипсис. Где Господь просит человека самоопределиться. Сам в своих глазах кто ты есть. Ты творишь добро или ты творишь зло. Выбери уже, наконец. И не обманывай ни самого себя, ни пытайся обмануть меня. Вот так можно сегодняшний Евангелие, братья и сестры, перевести. И оно, согласитесь, очень отрезвляющее. Нет здесь никакой лирики, нет здесь никакого заигрывания. Здесь мы слышим некое, наоборот, напротив, попытку подтолкнуть человека к выбору. И вот, дорогие мои братья и сестры, я сейчас вот немножко, может быть, даже немножко с эмоцией об этом говорю, потому что это волнительные вещи. Потому что играючи нельзя душу свою спасти. Как бы, между прочим, живя по своим законам, по законам греха, по законам этого мира, еще и автоматически по умолчанию в Царство Божие попасть не получится. Евангелие дает человеку, как бы, некий выбор. Ставится водораздел. Либо ты со Христом душу свою спасаешь, приносишь Богу добрые плоды. Либо ты пулишь Духа Святого и сознательно отталкиваешься и отвращаешься от Спасителя. От Бога, который уже все сделал для тебя. От Бога, который даже на кресте за твои грехи умер. Мало тебе, что за твои грехи была пролита святая кровь Бога человека. Что еще для тебя нужно, чтобы тебя спасти, отрезвить и отвратить от твоих мерзких грехов, в которых ты погряз так, что сам Бог пришел за них умирать. Вот, братья и сестры, какой вопрос ставится сегодня нам, христианам, стоящим в храме. Мне очень хочется, чтобы каждый из нас, услышав этот вопрос внутренне, действительно сделал тот выбор, который мы слышим в книге пророка Исаии. «Избери жизнь, ибо Я твоя жизнь». Господь хочет всем спастись, Господь хочет всех привести, но насильно Он не может этого делать. Бог не может заставить человека полюбить себя, заставить быть добрым. Можем ли мы ребенка заставить любить нас? Родители, вот кто постарше, согласитесь, ты можешь плакать в подушку, но заставить своего сына или дочь приходить тебе почаще или звонить, или говорить с тобой ласково, учтиво, ты не можешь. Ты об этом только надеешься. Вот и Бог надеется, чтобы каждый из нас, кто его называет Отцом, в молитве говоря «Отче наш», действительно был верным чадом Божьим. Чтобы действительно любовь к Богу выражалась не только в словах, не только что мы в посту вспоминаем, что надо попаститься да причаститься. Чтобы любовь к Богу выражалась в самой нашей жизни. Потому что мы причащались, старались вообще каждое воскресенье посещать храм. Ведь есть четвертая заповедь «Шесть дней трудись для себя, седьмой, Господу Богу Твоему». Никто эту заповедь и не отменял. Она дана нам кем? Господом. Вот любовь к Богу должна выражаться в самой жизни нашей. И помоги нам, Господи, дорогие братья и сестры, видеть перед собой, что сделал Христос для нашего спасения. Что Господь на кресте, как апостол Павел пишет, братья, вспоминайте, я, как Христос, умер за нын. Вспоминайте чаще, что за меня умер мой Господь, за мои грехи. И приносите Богу ответную любовь. Приносите Богу ответную любовь своего сердца в том, как часто мы исповедуемся и причащаемся. Не разово, не эпизодически, а постоянно. Ведь на каждой службе мы слышим сами себе и весь живот наш. Всю жизнь нашу Христу Богу придаем. Вот что единственное христианин может и должен сказать.